Всем привет! С вами FannyGamer и сегодня я хочу показать вам, как делать нормальные кнопки в Clickteam Fusion. То есть вот такая кнопка, которую ты должен нажимать и она перекидывает на следующую рамку. В чем проблема кнопок? Вот мы сейчас введем кнопки Button. Вот кнопка. Мы ее в принципе вставляем в рамку. И можем поменять ей текст. Допустим, тот же Low поставим, как и в этой кнопке. И тут очень просто все делается. Условия. Нажимаешь на кнопку. Следующая рамка. То есть давайте проверим эту кнопку. Мы жмем по ней. И вот у нас следующая рамка. Я специально ее уже подготовила. Но в чем минус? Как видите, анимации вещи никакой. И на данный момент какая кнопка лучше? Правильно, вот эта. Так как она очень проста и хотя бы работает. А у этой кнопки ничего нет. Вот допустим, мы на нее наводим, а она нисколечко не подсвечивается. А эта подсвечивается, как видите. Ну и сейчас мы сделаем нормальную кнопку. Блинс. Ну так вот, чтобы ее сделать, нам понадобится даже не одна вот такая кнопка. То есть вы рисуете. Ну, если вы в математике, допустим, по геометрии занимались, вы примерно знаете, как рисовать вот такие объемные кнопки. То есть вот таким квадратиком. О, Илья пишет. Видите, у нас подписчики уже хотят, чтобы я показывал, как я делаю игру. Ну ладно, сейчас врублю демонстрацию. Погодите, чуток. Ну вот, мы продолжаем. Нас уже смотрит Илья. И значит, вот такие кнопочки. Примерно вот так вот квадратик рисуете с помощью вот этих полосочек. Вот так рисуете. И заполняете более светлым фоном с помощью заливки. Ну а вот с помощью этого инструмента пишите текст. И вот теперь важная вещь. Видите, я начертил еще одну анимацию. Как я ее сделал? Сейчас, погодите, кое-что исправлю. Совсем забыл, что у нас кнопочки различаются. Мне нужно вот это все дело. Удалить. Удалить. Ну вы поняли, да? Вот тут надо заполнить с помощью светлого цвета. Как-то вот так. Вот. Так лучше, да? Ну, по идее, должно быть лучше. Окей. То есть, как мы эту анимацию сделали? Мы просто вот так вот взяли. И очень запросто обрезали. И потом просто рамки обвели. Понимаете, да? То есть, вот эту часть мы копируем. Ну, как-то вот так вот. И потом, соответственно, ее тут уже распрямляем. Теперь непосредственно к созданию самой кнопки. Блин. Погодите, что-то. Что-то сейчас переделаю. Ну, вот так гораздо лучше. Не вылезай всякой фигне. Вот, видите, я сейчас сделал вот такую кнопочку. Так гораздо красивее. Так ведь? Вот тут, кстати, еще одна такая анимация есть. Но мы будем использовать вот эту. То есть, вот она кнопочка. Видите, она будто нажимается. И вот нам понадобится сейчас создать еще одну кнопку. То есть, вот. Insert Object. Актив. Вот сюда вот такую кнопочку. Вот отсюда мы возьмем анимацию. То есть, мы полностью ее скопируем. Вот мы ее копируем. Копируем вот сюда. Окей. И теперь мы ее вставляем. Да, хочу увеличить. Ой, отмена. Извините, немножко сфейлил. Вот. Все, у нас вторая кнопка готова. И теперь все очень даже просто. Мы просто возьмем и одну кнопочку вот так вот с помощью стрелочек на твоем компьютере аккуратненько выделаем одну в другую. Кликаем по нашей маленькой кнопочке. И теперь мы делаем ее назад. Order to back. Вот. Видите, теперь ее незаметно. Вот эти вот маленькие уголки, которые заметны, их мы как раз таки и должны. То есть, вот. Вот эти маленькие уголочки, вот эти совсем маленькие, мы их должны как раз таки вставить в кнопку. Чтобы все было беспалевно. Вот. Теперь мы делаем как-то так. Условия. Мышки. Мышки. Пользователь нажимает на объект с левой кнопкой мыши, совсем вот на этот, то есть на нашу кнопочку ненажатую. И мы, значит, делаем вот эту кнопочку. Невидимой. А вот эту кнопочку. Видимой. И еще мы должны, как бы, сделать таймер. То есть, вот ставим таймер, желательно на какое-нибудь огромное количество часов запредельное. Часов на 9, допустим. Ведь вы точно знаете, что 9 часов ни один из ваших игроков играть не будет в вашу игру. И вот теперь тут ставим условие, что когда настанет время в таймере, 9 часов, и, к примеру, 10 миллисекунд, вот оно настало это время. Как-то вот, например, вот так. И это означает, что мы прыгнем на следующую рамку. Ну, то есть, как это работает? Смотрите. Сейчас наша ссу загрузится. Мы нажимаем на кнопку, она зажимается и нас кидает на следующую рамку. Сделать мы можем, в принципе, что угодно вместо вот этой вот следующей рамки. Можем, допустим, крашнуть игру. То есть, вот мы. End the application. Вот, мы играем, все нормально. Но только мы нажимаем на кнопку, игра крашится. Еще много всякой фигни можно придумать. Но моя цель была показать, как эти кнопки работают, как их сделать. Теперь же я сделаю кое-что интересное. То есть, сделаю кое-что поинтереснее. Я сделаю так, чтобы эти кнопки можно было зажимать и отпускать. Давайте поставим условие. Кое-какое. Вот сюда еще надо вставить. То есть, если мы нажимаем на эту кнопку, и мы хотим, чтобы она зажималась, нам нужно вот здесь вставить еще одно условие. Order Bring to Front. То есть, чтобы эта кнопка была впереди другой. Ну да, понимаете. А если нет, сейчас объясню. Потом мы, соответственно, когда кликаем, сюда вставляем условие, тут кнопка должна быть видимо. То есть, visibility is active visible. То есть, видите, если эта кнопка видимо, ее сразу же делают невидимой. То есть, дважды по этой кнопке мы долбануть не сможем. Ну и тут тоже условие заменяем. Соответственно, если мы кликаем по вот этой вот кнопке. То есть, надо вот здесь, в мышке опять же, на объект кликаем на вот эту кнопку. И тут уже вставляем условие, что вот эта штука видимо. То есть, вот. Как-то так. Как-то так все это работает. И теперь вот это условие тоже удаляем. И теперь делаем все наоборот. То есть, это вот сюда перетаскиваем. Это вот сюда. Тут получается Reapir Bring to Front. Тут получается Make Invisible. Давайте проверим, напутал ли я что-нибудь или нет. Видите, кнопка зажимается. А по второму клику она сразу же отжимается. Для чего это можно использовать? Например, в моем проекте я использовал такое зажатие кнопки, чтобы типа идти на работу и возвращаться с работы. Если эта кнопка зажата, тут появляется вот где-то здесь работа. Мы по ней как в кликере тыкаем, потом возвращаемся с работы, и эта штука пропадает вся. И мы тут уже работать не можем. Вот как-то так. Сегодня вы узнали, как сделать кнопки и своего рода рычаги. Соответственно, чтобы рычаги работали, можно тоже использовать вот такой критерий, что кнопка видимо. Вот, например, сейчас давайте сделаем. Вот этой кнопкой видимо, если, то у нас будет, допустим, не знаю даже, как сделать. Давайте просто заглючим игру нашу. Например, будем создавать наши объекты. Вот давайте я сделаю прям краш игры. То есть тут каждые, буквально каждые. Вот столечко 28 сотых секунды у нас будет создаваться объект. Создаваться объект будет, допустим, текст, стринг, окей. Вот здесь. Все. Вот сейчас попробуем крашнуть игру с помощью этой кнопки. Вот давайте, смотрите. Открываем, и у нас начинается появляться текст. Видите? Куча текста. Ну, конечно, вы это не видите особо. Давайте сменим какой-нибудь объект, допустим. Сделаем объект. К примеру. Не знаю даже, какой объект можно сделать. Можно, допустим, добавлять активов. Вот. И добавлять их мы будем... Ну, так. И давайте, если мы кликаем по нашему активу, то есть я сейчас хочу показать вам, как работает эта кнопка. Это вообще вам не надо делать. То есть вот мы делаем клик по активу, и актив уничтожается. И вот сейчас вы увидите, как работает эта кнопка. Вот мы делаем. Ё-моё, видите? Эти активы появляются бесконечно. Отпускаем, ничего не происходит. Видите? Актив пропал. Зажимаем, они появляются бесконечно. Согласитесь, что это работает рычаг. Вот. Отпускаем, она уходит. Нажимаем, она постоянно появляется. Вот как-то так работает рычаг. Я вам объяснил, как делать рычаги, кнопки, как работают рычаги, на каком критерии. То есть вот, вот так они работают. То есть вот этот критерий, большая кнопка, видимо, означает, что рычаг не зажат. А если выбирать критерий, маленькая кнопка, видимо, значит рычаг зажат. Ну что ж, если вам понравилось это видео, если оно было вам полезным, или если вы попросту устали от вот этих вот кнопочек, которые маленькие и уже в этом редакторе, не забудьте поставить лайк, написать положительный комментарий, тьфу ты, блин, или сказать, что я сделал не так, и чем это видео было мало информативное. Всем удачи, до новых встреч, ждите еще больше туториалов. Ага, дождетесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok